Так, есть смысл повторять ключевой запрос в тексте объявления один к одному? Повторять ключевой запрос в тексте объявления. Ну, наверное, да, стоит, но не обязательно. То есть 50-50, в зависимости от того, как вы будете, опять же, как у вас простроен текст объявления. Какие ключи рекомендуешь ставить в компанию RSE? Ну, опять же, мы говорим высокочастотный, вообще это высокочастотный и среднечастотный, если правильно говорить. От двух слов до где-то четырех. Используешь ли ты корректировку ставок по полуозрасту, ретаргетингу и как работает в Яндексе? Сейчас не использую, потому что отчасти, ну, опять же, все в бета пока режиме используется. Яндекс сам пишет, мол, вы этим пользуетесь аккуратнее, почитайте справочку. Если ключевой запрос слишком длинный, 40-50 символов, можно ли переносить его в текст объявления ради 56 символов в заголовке? Я так и делаю, кстати, если вы смотрели, больше дел, меньше слов, другие выпуски, кроме одного. Так, какие UTM-метки лучше, автоматические или прописные, кейворд, или заказать окно пластиковое? UTM-метки иногда не работают, как бы смешно ни звучали. Я люблю, я объясню вообще, что такое UTM-метки, чтобы вы поняли, что на данный момент, на декабре 2015 года является UTM-меткой. Во-первых, есть метки, которые используют сам AdWords и Direct. У них встроены есть метки, по которым, например, вы можете в управлении компанией, да, зайти в рекламную компанию, и у вас заходите в ключи, даже по нескольким компаниям или по всем даже компаниям, и здесь есть кнопочка поисковый запрос. Раньше она называлась, она, короче, очень сложно как-то называлась, и можно было посмотреть только на одну рекламную компанию. Теперь вы можете пройтись и посмотреть по каждому поисковому запросу, кто чего заходит. Все. Если вам не нравится слово, вы его удаляете. Тот же механизм есть в метрике, да. Например, открываете метрику, у нас там есть директ-сводка, открываете ее, парсите по чисто ключам, то есть открываем любую рекламную компанию, смотрим чисто ключи, по которым переходили, и удаляем лишние слова. Например, это внутренние, скажем так, какие-то костыли AdWords и Директа. Так вот, зачем UTM-метка нужна? UTM-метка нужна для того, чтобы, например, посмотреть всю статистику в Google Analytics, чтобы вам было понятно, что из Директа люди переходили. При этом, если вы будете использовать внутренние инструменты, то есть UTM-метка бывает разная, она разная под Google и отдельно под Директ. Если вы будете использовать метку чисто под Google, AdWords, нет, они все равно будут читать, они все равно читаться будут, например, проблем никаких не будет. Но я лично за то, чтобы вот такие вещи, как ключевое слово, которое вы вообще никогда менять не будете, у вас оно оставалось неизменным. То есть у вас есть поисковый запрос, по которому человек переходил. Это именно, извиняюсь, это именно ключевое слово. А в Keyword, где вы Keyword пишете, это поисковый запрос. То есть по поисковому запросу, то, что человек вписывал, то есть это две разные вещи, их можно вообще отдельно пихать. То есть отдельно использовать ключевое слово, например, его использовать UTM-терм. И использовать, например, Keyword равно вот эти вот фигурные скобочки Keyword. То есть использовать два разных запроса прямо в одном UTM-етке, если вы так сильно хотите заморачиваться в конце концов. КОНЕЦ